Девушки отдыхают Полиной Горбуновой Сан Саныч в Барнауле Александр Карелин Вручил призы лучшим юным спортсменам Алтайского края В эфире информационный канал Город в студии Антон Киселенко Здравствуйте! Начнем сегодня с даты, которую накануне отмечали по всей России В Барнауле на мемориале славы Вспоминали одно из самых легендарных событий Второй мировой войны Сталинградскую битву В Алтайском крае сегодня живет 145 участников того боя Об этом и не только В традиционном обзоре новостей С социальной сферы Прошло уже 70 лет А тот бой они помнят до сих пор 2 февраля 43-го Советские войска одержали победу под Сталинградом По самым скромным подсчетам в том сражении Участвовало 2 миллиона человек 2 тысячи танков и столько же самолетов 26 тысяч орудий Эти люди с сединами в висках совершили самый настоящий подвиг Ценой своей жизни остановили фашистскую армию Сильно страшно было под Сталинградом У меня там дворад хорошо стукнуло Там же эти... Ну вот вы видите как Я даже не могу и рассказать как Как вот вы видели В Кене и площади Все рушатся, все валят Не знаешь куда бежать Где спасаться Где убежище найти Неизвестно В память о тех, кто остался навечно под Сталинградом Накануне возложили цветы Безмолвно и без лишней суеты А теперь к другим темам Сегодня отмечается Всемирный день борьбы против рака Он был утвержден 13 лет назад С целью сфокусировать внимание общественности на проблемах онкобольных По оценке Всемирной организации здравоохранения Ежегодно рак уносит сотни тысяч человек по всей планете На Алтае с каждым годом выявляются около 10 тысяч новых больных Мужчины чаще всего болеют раком легких Женщины молочной железы Количество пациентов, которые состоят на диспансерном учете Резко увеличилось У нас уже по итогам года Предварительно уже почти 63 тысячи Совсем недавно было всего 50 А раз растет количество На учете это говорит о чем? Больные живут То есть увеличилось количество больных Которые стали жить длительные сроки Увеличилось количество больных Переживших пятилетний срок Ну а в завершение еще немного полезной информации С сегодняшнего дня Остановка 57-го и 60-го автобусных маршрутов Перенесена от торгового центра «Ультра» К театру кукол Это сделано для удобства пассажиров Утверждают специалисты городского комитета По дорожному хозяйству А для удобства владельцев частных детских садов Напоминаем У вас осталось всего 10 дней Чтобы подать документы И выиграть грант губернатора края Напомним, на Алтае предприниматели Которые занимаются воспитанием дошколят Финансово поддерживают уже третий год Всего помощь от 300 тысяч до миллиона рублей Получили 7 человек В этом году заявки в Главное управление образования края Направили 5 жителей На данный момент в нашем регионе Действует 72 частных детских сада Ольга Калачева, Алексей Фризин Информационный канал, город А вот поддержку пожилым людям региона Решила оказать региональное отделение партии «Единая Россия» Подарок щедрый Новое оборудование для Союза пенсионеров Алтайского края Дедушек и бабушек будут массово обучать работе на компьютере В этих коробках ноутбуки, компьютеры, различная техника А еще некоторые отделения Союза пенсионеров получат в подарок Интерактивные доски и экраны для проектора В программе повышения компьютерной грамотности Участвуют 42 города и района края Наши пенсионеры будут иметь возможность бесплатно Не только ликвидировать свою неграмотность А получить основы компьютерных знаний Ну и наверное затем мы будем создавать Такие электронные рабочие места для пенсионеров На базе районных библиотек будут созданы места для обучения Пожилым людям покажут, как печатать, искать информацию в интернете Овладеть навыками работы на компьютерах смогут жители и отдаленных сел и деревень Локальный опыт по обучению бабушек и дедушек с такой техникой уже есть Разработана специальная методика, переизданное методическое пособие Теперь создана и материальная база Желающих обучаться уже немало, в списках примерно 2000 человек А запись еще продолжается Еще можно и еще желающих много Потому что мы же получаем эту технику в безвозмездное пользование То есть это будет ежегодно пополняться количество обучающихся компьютеру Уже сегодня часть техники отправится к ученикам Так что скоро пожилые люди начнут ходить на учебу и готовить домашние задания Татьяна Гладкова, Алексей Фризин, информационный канал «Город» Охотно ли идут пожилые люди навстречу высоким технологиям и так ли уж нужна им компьютерная грамотность? Давайте послушаем, что говорит по этому поводу наше старшее поколение Не знаю, я не интересен с компьютером Я ими не пользуюсь и не умею пользоваться И не хочу лишний раз облучаться Ну вообще-то желательно бы узнать его Если у кого хорошо развит кругозор Это обязательно дыр Надо бы, конечно, уметь пользоваться ими Потому что, ну как, сейчас мало ли чего Там встреча с одноклассниками или что-то Вот это вот закидываешь в компьютер И может кто-то тебе ответит И как бы это Нужен компьютер Разориться на компьютер, на ноутбук Это, конечно, надо подождать Месяцев несколько копить, копить, копить А я бы с удовольствием имела и связалась бы со своими друзьями И в Новосибирске, и в Москве Нет, я в этом ничего не понимаю Это спрашивайте молодежи У меня бабушка сейчас ходит на курсы Что обучение компьютеру, все Она, ну как, делает успехи В интернет выходит уже Почту создала Одноклассники заходят Продолжаем О долгах будет сообщать сотовый телефон Новая функция СМС-оповещения Появится в ближайшее время в Алтайском крае Ее запустят судебные приставы Чтобы должники были в курсе своей неоплаты И для напоминания Предположительная СМС-ка будет содержать Сумму задолженности и участок Который принял исполнительское производство А также контактная информация Для особо непонятливых Планируют запустить автоматическое оповещение Голос в телефоне по 3-4 раза в день Напомнит об имеющейся задолженности Однако, чтобы не стать жертвой мошенников Которые могут маскироваться под государственный орган Прежде чем совершать оплату Служители Фемиды рекомендуют проверить информацию о себе На официальном сайте судебных приставов Наша следующая информация абсолютно для всех Бабий бунт в драме Посиделки в музыкальной комедии На этой рабочей неделе Барнаульцам будет куда сходить И на что посмотреть Подробнее о том, что дни грядущие нам готовят Расскажет Алексей Янкин Вопрос любимому актеру отныне может задать любой человек из зала Посиделки – так называется новый проект театра драмы Он стартует 6 февраля Посиделки – это неформальное общение артистов и зрителей В камерной обстановке на малой сцене Цикл встреч 6 февраля откроет заслуженный артист России Алексей Самохвалов Предварительная продолжительность посиделок – час 20 А в другом Алтайском театре музыкальной комедии В пятницу – Бабий бунт Ровно год назад постановка, созданная по мотивам Донских рассказов Михаила Шолохова Появилась на сцене театра Но уже снискала множество лесных отзывов Актеры выйдут на сцену в 18.30 Что делать, если в вашем дворе кто-то продает наркотики? Как будет проходить тестирование на наркотики в школах? Эти и другие вопросы вы можете задать 8 февраля Виктору Кочетову Заместителю начальника регионального наркоконтроля По телефону 610051 Горячая линия будет работать с 4 до 5 часов дня Акцию организовала газета «Комсомольская правда» Вопросы можно отправлять и заранее По электронной почте Кпсобакаалткомс.ру В пятницу на лыжной базе «Локомотив» Состоятся соревнования краевого масштаба по скейджорингу Есть такой вид спорта Каждая команда в составе лыжника четвероногого друга Должна будет преодолеть 3 километра пути Победителем станет команда, пришедшая к финишу первой Гонки начнутся в 12.00 Регистрация участников с 10 до 11 утра В поездку по святым местам края Приглашает паломнический центр Барнаульской епархии В программе посещение Иоанна Кронштадтского женского монастыря в селе Кислуха Воскресная литургия Экскурсия Автобус отправляется от крыльца Барнаульского Никольского храма В воскресенье в полуосьмого утра Продолжительность поездки – один день Подробности можно узнавать заранее по телефону Обычные увлечения необычного ребенка В следующем сюжете мы расскажем про девочку, которая живет в Барнауле Несмотря на врожденный недуг и особенности развития Обладает множеством талантов Прекрасно рисует, танцует, играет в футбол, участвует в кукольном театре Но это лучше все-таки увидеть С малышкой познакомилась Лариса Куренкова Для нее нет ничего невозможного Пятилетняя Аллочка, говорят, начала проявлять свои художественные способности Чуть ли не с пеленок Сначала ставила кляксы бутылочкой с молоком Пока мама не поняла Дочери нравится оставлять следы на поверхности Затем в ход пошли краски И уже в три года малышка рисовала свои первые картины Сейчас она занимается в центре раннего развития Несмотря на то, что родилась девочка не совсем обычной Она прекрасно управляется с карандашами или красками И каждый день в ней открываются все новые грани У нас праздник, мы научились писать Да, некоторые дети у нас еще не пишут абсолютно А вот Алла уже начала писать печатными буквами Причем это самостоятельное обучение То есть видя определенные элементы Она дома приходит, с мамой беседуем Она дома приходит, тренируется Кстати, в картинах Аллочке нет темных цветов В них жизнь бурлит только в ярких красках Да и сама малышка непоседлива, активна и общительна Ее любят и взрослые, и дети за доброту и открытость А недавно девочка получила свое первое признание за художественные таланты Диплом фестиваля детского творчества Мне нравится рисовать Всех их человечка там Я хорошо родку сделала здесь Я люблю еще там Рисовать люблю я Соленская цветы красивые очень Ей нравится играть В подвижные игры, в футбол Там с ребятишками В мяч она очень любит, кидает отлично То есть вот допустим в плане физкультуры У нас в школе будет вообще, наверное, пятерки одни Но главная страсть Аллы и ее мамы Елены – кукольный театр Персонажи делают своими руками по специальной технологии Чтобы малышке было легко управлять героями В семейном репертуаре три сказочных спектакля Репетируют премьеру А в мечтах создать собственную студию В которой занимались бы ребята с особенностями развития Но пока нет ни помещения, ни оборудования Есть только куклы, добрые сценарии и желания И девчонки надеются Может найдутся люди, которые смогут протянуть руку помощи Лариса Куренкова, Павел Лаурнин Информационный канал «Город» Сегодняшняя собеседница моей коллеги Елены Кузовкиной Тоже рисует Это интересная и творческая личность Первая персональная выставка Полины Горбунова Сейчас работает в галерее современного искусства «Соль» Сегодня моя собеседница Девушка, которая не поддалась моде И не стала писать продаваемые картинки Она всерьез увлеклась графикой Знакомьтесь, Полина Горбунова Здравствуй, Полина Расскажи немного о себе Где ты училась, что заканчивала? Многие дети училась в художественной школе Потом закончила университет Факультет искусств После этого у меня почему-то снова загонялась мечта Стать художником Я поехала в Новосибирск Поступила в педагогический институт На худграф Потому что это было поблизости единственное учебное заведение Где заочно учили на художников Но дальше в моей жизни произошли некие судьбоносные встречи С алтайскими художниками И я бросила новый институт Стала заниматься уже как-то студийно Скажи, а почему именно графика, а не живопись Зацепила твое сердце? Графика близка мне по мироощущению То есть Почему-то именно графические работы Когда я вижу работу мастеров Они вызывают во мне наибольшее чувство Они кажутся мне наиболее законченными, цельными В них, на мой взгляд, нет ничего лишнего Что чаще всего ты изображаешь на своих работах? Какие сюжеты ложатся на картины? Началось, наверное, все с каких-то мифологических тем То есть с какого-то личного восприятия мифа Мифологизации всего окружающего Вот Ну, наверное, восприятие природы, человека Ну, некого такого личного восприятия Вот А сейчас я стала замечать, что в моем творчестве Появляется очень много автопартаментных образов Причем любопытно, что ты рисуешь что-то Ну, вроде бы отстраненное А потом приходят зрители, художники И говорят, что это твой автопортрет Ну, наверное, дело в том, что я девушка И мне интересно воспринимать мир именно через себя И поэтому, что бы я ни изображала Там все равно появляюсь в каком-то образе я Даже, может быть, какая-то птичка Но она будет выражать какое-то мое настроение, состояние У нее будут мой взгляд, мои глаза или что-то еще Я знаю, что прежде чем приступать к работе Ты не создаешь карандашом эскизов Ты рисуешь сразу от руки Это, мне кажется, очень сложно Рисовать вот так экспрессивно Без подготовительных работ Это очень интересно Ты сам до конца, наверное, не всегда знаешь Что будет в итоге У тебя есть какое-то чувство Есть какая-то задумка И ты это выражаешь на бумаге Полина, быть может, я ошибаюсь Но мне кажется, что сегодня графика Не очень востребована В отличие, допустим, от живописи Классической живописи Заработать денег графикой Невозможно, так скажем В тех объемах, как хотелось бы Это действительно так Насколько я знаю Я люблю именно графику И отказываться от этой стези не хочу Мне интересна книжная графика Вот как некий новый этап творчества Я считаю, что я немного к ней подхожу Вот сейчас Сейчас я понемногу работаю Уже начала работать над книжкой Курочка-ряба Вот Но больше для души Хочу оформить какую-то книгу Мифологическую Вот Либо Либо поэзию Маяковский едет по стране Интересная книга Либо поэзию Николая Гумилева Сейчас она мне очень близка Полина, вот на сегодня у тебя есть Какие-то планы О которых уже можно говорить? Я Пока, наверное Точнее, не пока А теперь уже стараюсь об этом Не думать и жить одним днем Потому что спланировать жизнь Когда ты занимаешься тем, что совершенно не востребовано Очень сложно Я могу строить Ну, только пытаться строить какие-то творческие внутренние планы Пытаться как-то взаимодействовать со внешним миром Таких четких планов Ну, сейчас, наверное Ну, очень сложно построить Спасибо, Полина, за встречу Я надеюсь, что в ближайшем будущем Твое творчество получит достойную оценку Я напоминаю, что сегодня моя собеседница Художник-график Полина Горбунова Следующий наш материал тоже об увлеченных Их любовь не карандаш и холст, а железные кони Мото-токсикоз буйствует среди любителей двухколесной техники Так байкеры называют болезнь в зимнее время Когда желание сесть за руль мотоцикла и прокатиться с ветерком Становится навязчивой идеей Для некоторых спасение от недуга приходит в виде рецепта под названием скьоринг Это экстремальные гонки, в которых мотоциклист тянет на тросе за собой лыжника Те, кто мастерски освоили столь необычный вид спорта Решили вдарить по газам в честь 70-летия победы в Сталинградской битве Кирилл Политов поделится впечатлениями Газ до отказа, двумя ногами в лыжи Скиоринг — это и мотогонки, и лыжный слалом одновременно За 15 минут экипаж должен намотать максимальное количество кругов Иначе победы не видать Цепи противоскольжения и шипы под запретом Ведь падение как мотоциклиста, так и лыжника здесь скорее данность, нежели редкость Иногда стрелка на спидометре достигает 60 км в час Но, как говорят профессионалы, скорость не главная Для двоих важна точность и синхронность вхождения в виражи Конечно, не того, что я желал будет трасса В основном лед, на тех местах, где нужно ехать Трасса идеально сделанная по всем правилам Другое дело, что она маленько узковата Но в этом году очень много снега, и трактору тяжело было здесь разворачиваться Прежде чем выйти на старт, проводят раздевания Так любители двухколесной техники называют процедуру ремонта В гаражах долгими зимними вечерами железных коней собирают, разбирают буквально по крупицам Тем не менее, на трассе, видимо, от снега и минусовых температур техника все равно глохнет Все, 15 минут из стекла Мы шли нормально, все, раз так Конечно, это же не первый раз, конечно Мы тоже с мотоциклом проиграем, что, блин До финала доходим, и все, в финале проиграем Обидно, конечно Некоторые девушки наравне с мужчинами предпочитают мериться силами Причем получается у них достаточно успешно По крайней мере, без падений Люблю кататься на мотоцикле Но, к сожалению, только летом Зимой приходится мототоксикоз снимать лыжами Нормальный, пару раз старала, когда были завалы Но Бог миловал Самыми подверженными мототоксикоза оказались две команды из Барнаула и одна из Новосибирской области У хозяев серебро и бронза, у гостей золото Для некоторых больных этим видом спорта Ски-йоринг лишь разминка перед окончательным излечением Летним байк-сезоном Кирилл Политов, Александр Антропов, информационный канал «Город» Медицинская помощь становится ближе Офис «Инвитро», который открывается сегодня второй по счету в Барнауле Независимая лаборатория «Инвитро» гарантирует своим клиентам быстрые и качественные результаты медицинских анализов Это подтверждается 15-летним опытом работы в области лабораторной диагностики Я очень рад сообщить, что в городе Барнауле открылся еще медицинский офис компании «Инвитро» Это 429-й кабинет по стране Цель компании «Инвитро» сделать максимально доступную, близкую медицинскую помощь каждому жителю Высокий сервис в обслуживании клиентов и работа на высококачественном оборудовании ведущих мировых производителей позволяют осуществить широкий спектр медицинских исследований – до полутора тысяч анализов Сертификаты по международным стандартам качества подтверждают точность результатов исследований, сделанных в «Инвитро» До 14 февраля все пациенты смогут получить подарки и дисконтные карты О спорте. Легкоатлет Сергей Шубенков проиграл одну сотую секунды своему оппоненту Константину Шабанову на турнире «Русская зима» Сотую, а с ней первое место У того 7,59, у Сергея 7,60 Как вы понимаете, это результаты бега с барьерами на 60 метров А не на 110, где Шубенков, наращивая темп, мог взлететь, словно ракета, к финишу Здесь же он относительно долго стартовал Юрий Борлис далее о других спортивных событиях Чтобы в 10-15 лет спортсмены не искали себе регион побогаче и пожирнее На Алтае проводится бал «Юные дарования» Это спортивный такой аналог «Оскара», награждение десятки лучших по итогам года Известные барнаульские фамилии – шахматист Сорокин, пловец Канайкин, гимнастка Нечаева, хоккеистка на траве Бондаренко Отдельно все отмечали прекрасного бийского футболиста Артема Карпукаса Его возит папа на тренировки в Барнаулы, и к этому уже все давно привыкли Требютно относиться к тренеров уважительно к родителям, конечно, очень важно Поэтому, а, волнуетесь? Хочу сказать, что нужно сказать? Бал открыт? Спасибо! Прибывший на праздник Александр Карелин с помощью одной емкой фразы попытался передать ребятам частичку собственного бесценного опыта Ведь будучи бессменным чемпионом мира и Европы, трижды олимпийским, он закончил карьеру серебром Игр 2000 года Тем, кто расстроился и не попал на сцену, ничего страшного Должен сказать, что лучше начинать с призовых мест, чем и не заканчивать Поэтому дерзайте, становитесь сильнее, лучше верите в своих тренеров Десять спортсменов или их мам долго не отпускали со сцены Потому как с десяток спонсоров дарили каждой свои подарки поверх тех, что фонд Алексея Смертина учредил годовые стипендии Ребята попили чаю, отведали фирменного торта и снова разъехались по залам да по турнирам Каждые соревнования были по-своему запоминающими, яркими Даже те, наверное, на которых не совсем все получилось Еще одно событие в мире спортивной гимнастики Глава администрации Барнаула Игорь Савинцев подписал постановление о создании специализированной спортшколы Сергея Харахордина Юные гимнасты и продолжат базироваться в третий из дюшер города по улице Петра Сухова Но раньше это было простое отделение, а теперь целая школа с новыми возможностями Сергей Горд, конечно же Горд И в то же время адекватно понимать, что это и ответственность на нем Потому что одно дело, когда он представлял себя лично Теперь он представляет школу, город Планы Сергея остается в гимнастике Он старший тренер сборной спортивной гимнастики Алтайского края на должности в управлении Юрий Борлис, Александр Антропов, информационный канал «Город» Напоминаем, что мы ждем ваших звонков на мобильный телефон нашей редакции Если вам удалось снять любопытное видео и это не обязательно авария или пожар Звоните нам по телефону 693-403 На этот же номер вы можете звонить в случае, если вам срочно необходимо вмешательство корреспондента Чтобы решить ваши проблемы Мы ждем ваших звонков Напоминаем мобильный телефон нашей редакции И о погоде Во вторник в Барнауле облачно Ветер юго-западный умеренный Ночью до 10 мороза Днем от 7 до 9 ниже нуля Отличной вам рабочей недели И до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова